Возможности человека заключаются в том, что он на основе своего восприятия, вот такого, на основе своего сознания управляет реальностью. Когда человек как бы вспоминает первозданный уровень свой, своего состояния, своего восприятия мира. Когда у него первичная позиция, восприятие именно божественное, мир век, все вечно живущие, мир вечный. Мы как бы выделяем это сияние, эту оптику, мы настраиваемся, мы вспоминаем, что это действительно так, все остальное искаженные системы восприятия. So, we have that perception now, we remember that perception, and now see this perception as specific light, and see the world through this light. Everything else is wrong, everything else is actually the world, the system which has been converted into the wrong direction afterwards. И когда мы так настроимся, мы увидим, что у нас восстанавливается контакт как бы с Создателем, Богом Единым. И мы увидим, что мы почувствуем и одухотворимся, что наше физическое тело, оно никак не отличается от действия, не отделено от действия Бога. Но это и есть действия Бога. And then we see that our physical body in its spiritual alignment is actually very similar to the creator's actions. И когда мы так настроились, когда мы так воспринимаем, мы, конечно, можем управлять реальностью. So, when we have this kind of perception, this kind of attitude, this kind of character, then we are able to actually do the work, do the concentration. Управлять здоровьем, управлять материальными и нематериальными процессами. To control over the health, over the physical matters, over non-physical matters. Потому что мы чувствуем как бы единство с Создателем, Богом Единым. Мы чувствуем, что мы не отделены от Него никак. И рассматриваем физическое тело как такую систему, которая содержит в себе абсолютно все знания Создателя. Потому что система, скажем так, как систему проявления любви Бога во всей системы мира. И тогда, зная расположение мыслей относительно тела. Мы начинаем управлять своим здоровьем или здоровьем других людей. Управление заключается в том, что Григорий Петрович показывает конкретную координату, где должна быть наша концентрация. И осуществляется управление здоровьем, событиями, реальностью, мышлением человека. И контроль over the health or other events of a person actually happens through the thinking, through the mind. Имея определенные координаты, мышление опережает развитие возможно неблагоприятных событий. Чтобы мышление было управляющим. Чтобы мышление было управляющим. Чтобы мышление было управляющим. Чтобы оно не задерживалось на негативных состояниях. So it doesn't get stuck in negative emotions. Для этого мышление нужно реализовывать из определенных точек пространства возле тела или в теле. И тогда такое позитивное мышление из определенных точек приводит к восстановлению от заболеваний. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова